Пока все законно. Земельный участок Наполины Осипенко 56А передан в собственность некой Пчелинцевой под объект недвижимости, принадлежащий ей по праву собственности. При этом разрешение на строительство, так же как и разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта недвижимости, Пчелинцева получила по решению суда. И в том, и в другом случае изначально заявительница получила отказ от Департамента градостроительства и архитектуры, но суд решил иначе, ответили нам в администрации Перми. Ввиду чего в 2012 году Департаментом градостроительства и архитектуры было направлено обращение в прокуратуру Свердловского района города Перми с требованием провести проверку законности действий Пчелинцевой Н.А. При получении разрешения на строительство и решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Но отделениями 2, 8 и 9 по обеспечению экономической безопасности в бюджетной сфере отдела экономической безопасности и противодействия коррупции были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием признаков состава преступления в действиях Пчелинцевой. В то же время жители могут быть уверены, что на данном участке жилой многоквартирный дом не появится. Решением Пермской городской думы от 19 ноября 2013 года в правила землепользования и застройки города Перми внесены изменения, согласно которым земельный участок по улице Полина Осипенко 56А включен в границы территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3, которая не предусматривает возможность строительства многоквартирных жилых домов. Низкая стоимость земельного участка также объясняется очень просто. Предприниматели имеют право выкупать арендуемую землю за 7,5% от кадастровой стоимости, которая, к слову сказать, как раз чуть больше 21 миллиона рублей. Эта норма закреплена в законе Пермского края об установлении порядка определения цены и порядка оплаты земельных участков от 7 октября 2011 года. И данный закон не предусматривает извещение граждан близлежащих домов о предстоящем предоставлении земельного участка. В итоге получается, что с юридической точки зрения все сделано по закону, а с другой стороны жители считают, что их права нарушены и ущемлены. Точка в этой истории явно не поставлена. Мы обещаем внимательно следить за развитием событий. Ритя Сбараускас, телекомпания Ветта.